И вот когда в полевых условиях мы занимались вот такими измерениями, то выяснялась следующая вещь. Выяснилось, во-первых, что устранить эти погрешности нельзя никаким образом. А прибор, которым можно воспользоваться, прибор ИК-1, который существует в России и серийно производится в России, дает еще погрешность, связанную с тем, что его импульс на выходе деформируется в зависимости от той нагрузки, которая есть. Добавляется еще и погрешность приборная к тем двум, о котором я только что говорил. Какой же может быть выход из этого положения? Вот представьте себе, что вам необходимы импульсные характеристики заземляющего устройства. Тогда вы можете пойти только на единственный путь. Либо вы можете проводить измерения по принципу больше-меньше, то есть большая величина или маленькая, а уж какая, об этом не говорить. Либо сделать следующую вещь. Измерить все, что можно измерить. Потом на компьютере воспроизвести условия этих измерений и посмотреть, какие погрешности при этом будут. А потом эти погрешности вычитать. Сложный путь. Очень сложный. Можно его рекомендовать. К сожалению, приходится рекомендовать вот по какой причине. Не так давно нашему институту пришлось проанализировать результаты измерения импульсных характеристик заземляющих устройств на линиях в Сибири, которые были выполнены одной, как она себя считала, квалифицированной фирмой. Эти измерения не выдерживали вообще никакой критики. Оказалось, что эти измерения нельзя применять даже для самых грубых оценок импульсных характеристик. И стало быть, импульсных перенапряжений на этой линии электропередачи. Потому что погрешности, которые там были, были на уровне сотен процентов. Понимаете? И если вам действительно нужны импульсные характеристики, выхода другого и никакого нету. Вот имейте в виду, избежать погрешности в импульсных характеристиках нельзя. Она будет существовать всегда. И исключить ее можно только повторным компьютерным путем. Продолжение следует...